Львиная доля мигрантов приезжает в России из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана и других государств. 80% трудовых мигрантов в Ульяновской области работают, как правило, в строительстве, общепитии и сельском хозяйстве. В последнее время трудовая миграция значительно увеличилась на территории нашего субъекта. Вообще каждый год с целью трудовой деятельности на территорию Ульяновской области приезжает около 8-9 тысяч трудовых мигрантов. 6 тысяч из них ежегодно оформляют для работы патенты. Патент – это документ, разрешающий трудовую деятельность мигрантам из стран с безвизовым режимом въезда. Оформление происходит в течение недели. Адаптироваться на новом месте прибывшим часто помогает в национальных автономиях. Так, региональная узбекская общественная организация «Восток» занимается трудоустройством и оформлением разрешительных документов. Мы берем на себя ответственность за каждого гражданина, кто приехал из республики Узбекистан. Мы оказываем ему полную помощь в любых жизненных ситуациях, с чем бы он ни столкнулся на территории Ульяновской области. Везде мы можем помочь и найти пути решений. Работа таких общественных организаций отлажена от начала и до конца на всех этапах. От оформления документов до трудоустройства и поиска жилья. Но для тех, кто не соблюдает закон и не оформляет документы, предусмотрены штрафы или же депортации. Нелегалов ищут с помощью рейдов, которые проводят сотрудники миграционной службы. С 27 июня по 4 июля на территории региона проходила профилактическая операция «Нелегал», в ходе которой были выявлены как иностранные граждане, незаконно осуществляющие трудовую деятельность, и работодатели, незаконно привлекающие к труду иностранных граждан, и которые не исполнили свои обязанности как работодателя по подаче уведомлений о заключении трудового договора. С конца прошлого года произошли изменения. Теперь граждане других стран, приезжающие в Россию на срок более 90 суток, должны проходить обязательную процедуру дактилоскопирования и фотографирования. В настоящее время трудностей с оформлением разрешительных документов нет. На всех этапах оформления есть сопровождение. А также с этого года можно подать все заявления через единый портал государственных услуг. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.